20.30 это ТВП Мэр и Кэп. Добрый вечер. Новая ковид-волна приближается к Приднестровью. Некоторые страны Европы возвращают ограничения. У нас пока наблюдают. Но цифры растут стремительно. Сегодня о коронной ситуации говорили на совещании у президента. Пока без возвращения ограничений. Это главный итог совещания у президента. Эту неделю еще будут следить за ситуацией. Дальше все зависит от цифр. А они пока не в нашу пользу. Сейчас в среднем в сутки выявляют 29 случаев короны. Недели ранее – 12. На этой неделе мы ограничимся наблюдением за складывающей ситуацией. Тем не менее, обстановка в мире весьма напряженная, особенно в Европе. К примеру, позавчера или вчера, неважно, в Италии за сутки было подтверждено 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Вот. Ну, понятно, это омикрон, кстати, штамм идет, развивается. Он не такой жесткий, как волна была вторая, третья. Но тем не менее, люди болеют, люди выпадают на ЭВЛ. Европа, Молдова, Приднестровье. Такая цепочка распространения ковид-волн была в прошлые разы. У соседей тоже рост. В Кишиневе ввели желтый уровень ковид-укрозы. Прямо противоположно – дела с вакцинацией. За неделю у нас ни одного привитого. За последние семь дней не изменились данные по вакцинации. Как и неделю ранее, за все время курс вакцинации прошли 144 539 человек. Это 31,1%. В Европе бушует омикрон. Он гораздо заразнее остальных штаммов. Вроде переносится легче, но бьет по больным местам, вызывает осложнения. Чтобы защититься, как раз и нужна вакцинация. У нас есть Синовак. Скоро в поликлинике привезут им Пфайзер. В общем, готовимся встречать новую волну.